Раз в квартал в стенах Министерства охраны окружающей среды региона собираются представители Межведомственного совета по организации ведения охотничьего хозяйства и охотхозяйственной деятельности. Сегодня в повестке заседания три вопроса. Первый – о внесении изменений в параметры охоты. Накопился целый ряд предложений по изменению действующих параметров охоты. Последние правки вносились в 2016 году. На прошлом заседании было одобрено предложение об ограничении способов охоты на самцов лося в период гона, а также об увеличении сроков охоты на некоторые виды пушных зверей. Охотхозяйством предложили высказаться по вопросу сокращения сроков охоты на кабана. Действующие сроки разрешают его добычу с 1 июня по 28 февраля. Перед предлогом охоты на кабана не секрет, что у нас случаются и факты браконьерства, и еще какие-то неприятные вещи. Ну и в связи с этим, значит, вот такое предложение было внесено. В принципе, министерство не возражает против сокращения сроков охоты. Тут встает вопрос взаимодействия с ветеринарными службами. А вот члены охотсовета к предложению сократить сроки охоты на кабана отнеслись по-разному и предложили внести дополнение. Еще бы добавил, изменить способы охоты, то есть с 1 августа, скажем там, до 1 октября, запретить загонную, загоном-нагоном с применением собак охотничьих пород. Мое мнение, что с 1 августа, как было, и до 31 декабря. Потому что тут про окончание срока ничего не было сказано. Но вот мое убеждение, что охота на копытных должна заканчиваться вместе, и лось, и кабан. Потому что все эти способы охоты, ограничения способов охоты, они неэффективны. В итоге на голосовании мнения по этому вопросу разделились. Во время августовского профильного совещания министерство проведет анкетирование всех 87 охот хозяйств области, чтобы с учетом высказанных мнений уже в сентябре принять решение о сроках охоты на кабана. Что касается охоты на медведя, совет рекомендовал внести изменения в способы его добычи. По добыче боровой дичи ограничение решено было не вводить. Антон Погодин, Александр Маслов, Новости 43.